Дорогие друзья, вы сейчас видите телефон, который остается популярным среди незрячих и по сей день, по определенным причинам, о которых в том числе я вам и расскажу. Этот аппарат, если вы его вдруг не узнали, Nokia C5. Довольно маленький экран, при этом крупные кнопки, за исключением, правда, средних. Одна из которых клавиша удаление, а вторая открытие меню. Ну, в принципе, это не помеха. Основные характеристики к плюсам его процессор AMR11 с частотой 600 Гц, что довольно существенно для таких аппаратов. То есть, для меня, например, как для незрячего пользователя это важно, поскольку говорящая программа работает уже с наименьшими багами, нежели, к примеру, на Nokia 6290, которую я обозревал для вас ранее. Аккумулятор довольно слабый, 1050 мАч, также присутствует Bluetooth. К минусам к его можно отнести отсутствие Wi-Fi соединения. Это было бы важно, особенно в период такого активного использования данного аппарата, а это 2010-2011 года, когда здесь браузер еще поддерживал большинство сайтов, и можно было на данном аппарате прослушивать разные подкасты. Также к плюсам 5-мегапиксельная камера, но на устройствах Symbian пользовался я и мало. Также есть два динамика, правда, расположены они близко друг к другу, но стереозвук, в принципе, так присутствует, небольшой эффект. Память у него свои 50 мегабайт, доступной для пользователя, оперативки 128 мегабайт, что тоже, в принципе, существенно влияет на быстроту работы телефона. Пожалуй, конкурентом, таким основным для него, на мой взгляд, является Nokia C6, который я тоже вам показывал. И если вы не видели, можете посмотреть в моем видео. Продемонстрирую для вас, как звучат динамики. Собственно, здесь у меня тоже установлена говорящая программа. Теперь нажмите клавиатуру, располагирована автономной камерой. То есть, также мы можем пользоваться... Все пункты меню озвучиваются. На данный момент этот аппарат больше подходит как звонилка. Я считаю, это хорошая альтернатива аппаратам Slipsung, поскольку телефоны Slipsung, есть такие специальные для незрячих, у них синтезатор речи звучит не так четко, как на телефонах Nokia. Соответственно, если кто будет смотреть видео незрячие, все-таки рекомендую брать C5. Хоть, конечно, они сейчас труднодоступны, однако можно найти на Алиэкспрессе. Данный экземпляр, скажу вам по секрету, взят именно оттуда. Также присутствует microUSB-вход и наушники 3.5. Кстати, еще один плюс данного аппарата заключается в том, что он заряжается не только от стандартного входа для зарядки, но и через microUSB. Это очень существенное нововведение было в то время, потому что, например, опять же, возвращаясь к телефону Nokia 6290, когда вы его подключали в режиме модема, то могла внезапно сесть батарейка, и ваш интернет на компьютере просто вылетал. Вот, пожалуй, основные сведения я вам рассказал. Если есть какие-то вопросы, пожелания, комментарии к этому видео, пишите. Всего вам доброго. Ставьте лайки. Спасибо. Спасибо.